Очередная площадка стратегических сессий развернулась в Новоспасском районе. Напомним, формат дискуссии позволяет каждому участнику высказаться, предложить собственные идеи и, что самое главное, быть услышанным. Обсуждение касается всех сфер жизнедеятельности, экономика, ЖКХ, медицины, образования, культура. Каждая идея проходит через так называемые фильтры реалистичности и критики. Все сейчас понимают, что что-то должно меняться, нельзя стоять на месте. Надо двигаться, двигаться в направлении, которое является самым важным. Это комфортная жизнь в среде, желание жить в Ульяновской области в частности и в Новоспасском районе особенно. Общественность вырабатывает план развития муниципалитета на ближайшие 10 лет. Идеи предложений по демографической ситуации, как стимулировать рождаемость и остановить отток населения и сельских поселений, как усовершенствовать адресную социальную помощь многодетным семьям, как установить моду на большие семьи, как обеспечить сопровождение мужского и женского здоровья. Это лишь немногие из вопросов, прозвучавших в Новоспасском районе. К слову, группа модераторов и экспертов стратегической сессии представлена специалистами различных сфер и компетенций. Традиционно большой пласт инициатив относительно благоустройства и создания туристической привлекательности населенных пунктов. Большое поле для обсуждения предполагает раздел «Комфортная среда». Было рассмотрено много вопросов по благоустройству сельских территорий и по строительству комфортного, но доступного по цене жилья, по созданию условий для детского досуга и занятий спортом в сельских поселениях. Например, Виктория Малашкина предлагает идею развития пруда «Зыков-ключ» в поселке Сельхозтехника. «Давно еще думала сама про это. Интересно было бы развить там какую-то туристическую базу отдыха, где были бы располагались какие-то небольшие кемпинги, домики, сделать, то есть облагородить там пляж и небольшие развлекательные зоны, то есть построить, есть возможность там сделать небольшую канатную дорогу, то есть с одного берега на другой». Помимо традиционных направлений развития районов Ульяновской области, организаторы стратегических сессий акцентируют внимание местных жителей на новых технологиях и возможностях инновационных видов бизнеса. «Те производства, которые существуют, и это замечательно, что многие говорили, они будут модернизированы. Действительно наступает эра зеленых технологий, которые будут широко внедряться. Но тем не менее есть и другие примеры. Замечательный пример, который дал наш земляк Руслан Фазлыев, наверное, многие слышали о нем в последнее время». Эксперт говорит об уникальном IT-проекте, получившем международное признание. Главный посыл эксперта участникам стратегической сессии – это то, что международные проекты могут создаваться в любой точке земного шара, в любом населенном пункте, независимо от его размера. Все идеи и приоритетные направления работы, прозвучавшие на стратегических сессиях в районах Ульяновской области, будут проанализированы и включены в программу стратегического развития региона. С окончательным отчетом по итогу сессии во всех муниципалитетах Ульяновской области будет ознакомлен глава региона Алексей Русских.